всем привет студии столицы нижней самый настоящий спортсмен ультрамарафонец дмитрий павлов дмитрий приветствую рад тебя видеть нашей студии рад сказать что наконец-то я вижу тебя здоровым вполне расскажи как сейчас проходит твоя подготовка к чему ты готовишься а и какие у тебя планы на сезон сейчас то есть я уже начал готовиться к летнему сезону я только недавно завершил свою учебу закончил университет педагогический вот и выучился на тренера вот закончил с красным дипломом это тоже дорогого стоит да усилий было очень много затрачено да но я очень рад кстати сейчас думаю может быть в аспирантуру дальше пойти учиться план на сезон 2016 сезон но у меня сейчас подготовка идет к моему старту это в пассатору в италии вот то есть 100 километров 48 км в горы 50 км с горы чезапенинский перевал где я уже два раза стартовал и вот в том году стал серебряное место то серебряная медаль так вот но в этом году посмотрим как на подготовку буду стараться чтобы твой основной старт нет и это не мой не основной старт это как бы только начало сезона то есть это в конце мая проводится вот и я как раз буду смотреть какие ошибки как что то есть анализирует то есть это больше подготовка казалось бы на страна-то зимняя и вот ты показываешь лучшие результаты когда жарко а что делать нам обычным бегунам зимой вот расскажи поделись своими советами потому что ты по воскресенье всех затаскиваешь на пробежке насколько это может быть безопасным насколько может быть наоборот это необходимо сейчас для поддержания форума и может быть даже для того чтобы улучшить свои кондиции ну конечно то есть бег лучше всего заниматься круглоклотично вот и для этого то есть ну я и организовал пробежки для того чтобы делиться опытом и самое главное чтобы спортсменов тоже подтягивать к этому потому что некоторые уходят ну из бега думать что негде бегать или чё на самом деле то есть можно и в парках бегать все ну там есть тоже своя особенность побегу потому как одеваться нужно там какие кроссовки и какая нагрузка должна быть так вот как надо бегать зимой расскажи ну самара тройка советов самое главное то есть здесь не гнаться за скоростью за своей к чему мы прям привыкли к лету вот то здесь надо больше не держится на свой пульс или на свои ощущения организма если он не хочет бежать быстрее не надо его как бы заставлять но если нужды этого нету если там не готовишься к соревнованиям тем более бег по снегу это еще дополнительные усилия идет на ноги это ну нагрузка идет на сердце мы во первых и укрепляем и ноги и сердце из-за того что мы бегаем по снегу по нечищенным прекрасным дорогам да поэтому если мы будем заниматься зимой к лету мы пойдем в лучшей форме то есть у нас будет лучше ноги накачан лучше икры лучше бедра вот ноги тоже и мы форму не потеряем и нам намного быстрее мы наберем форму и не даст но достаточно любителям как бы бега заниматься ну то есть не каждый день достаточно раза два-три в неделю заниматься для того чтобы не потерять свою форму дим все-таки беговая дорожка или улица зимой ну и здесь тоже надо смотреть от погоды если на улице прямо снегопад или там допустим сырость то ну конечно комфортнее на беговой дорожке но те ощущения когда ты бегаешь на улице это совсем другие и по-другому то есть ноги работают чем ты бежишь по дороге потому что у меня тоже было время когда я бегал на беговой дорожке это было также на сборах на россии когда нас просто за 100 километров нет это не 100 километров когда я тренировался готовился все было в кисловодске феврале у нас тогда просто замело и ветер был просто ужасный там где-то метров 20 секунд то есть нас носил я попробовал но еще у меня отрезки были по пять километров я попробовал это на стадионе сделать я просто до сносил ветер еще меня вопрос чем кроме как бегом заниматься зимой спортсменом чтобы может быть вот действительно даже добавить кондиции улучшить свои результаты летом конечно ну во первых лыжи они очень способствуют но я говорю больше про классику потому что классика почти также но ноги работают вот единственное что в беге там подключаются еще руки но зимой это можно ну как подкачаться коньком там уже немножко другая техника и другие мышцы начинает вот так живут и рекомендую плавание летом но можно также вот бассейнах ходить потому что также может грузы жаем опорно-двигательный аппарат наш чтобы он отдыхал мышцы спины но при этом ноги работа сердце то есть на кардио можно тренировки а также вот укрепляем зал тренажерный да обязательно то есть и даже спортсмены легкой атлиты больше в зимний период уделяет о фп все фп специально беговым упражнением то есть это время когда мы закачиваем то есть делаем ну закачиваем наши мышцы к тому чтобы они в дальнейшем могли переносить с легкостью вот объемы тренировки наши и вот вопрос преддверии лета с поскольку нужно набегать в неделю чтобы ну допустим прилично какие-то показать приличные результаты хотя бы на десятке или на полмарафоне я думаю что просто десятка полмарафон от самой доступной дистанции для любителей ну согласен но здесь тоже то есть надо отталкиваться из спортсменов профессионал любитель у нас мы берем любители усредненных совсем усредненных хорошо достаточно то есть две-три тренировки делать то есть со мной можно воскресенье одну тренировку сделать и одну там средней недели до или там в зале в спортивном или на улице даже побегать и объем то есть здесь то есть за тренировку ну где-то от 7 до 12 километров то есть без особого напряжения да конечно то здесь смысл сейчас нету напрягаться делать отрезки это если только ты готовишься к зимним соревнованиям у нас сейчас но просто такой объем соревнований большой ты открывается но еще и зимой даже проводится соревнований конечно если ты готовишься к ним то надо необходимо также и отрезки делать но для этого у нас есть и манежи то есть но манеж вот локомотиве и вот короткое наставление вот твоя камера короткое наставление для тех кто решит или может быть что планирует только начать заниматься бегом ну самое главное то есть надо обязательно заниматься спортом чтобы быть здоровым быть хорошей физической форме бодрым потому что вы чувствуете заряд энергии вот и бодрость на целый день и ваша жизнь изменяется благотворно кардинально позитив эмоции хорошие на весь день дима спасибо большое тебе заряд эмоции нам в этот день будем 2 тренировки спасибо все всех приглашаю на свою тренировку весьма воскресенье каждое воскресенье в 9 30 около катер героя мы там встречаемся жду всех спасибо